Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено неожиданной посылке, уже второй отделе. Огромное большое спасибо. В общем, я сегодня как раз шла в театр у нас, выступление, и иду в почтовом ящике, смотрю бумажку. Наклоняюсь, смотрю, достаю посылку, посылка из Москвы, но думаю, ну потом после театра заберу. И когда я проверяла свой e-mail на телефоне, у нас там в одном месте библиотеки ловится вай-фай халявный, вдруг узнаю, что мне дили посула посылку. В общем, такая шмоточная посылка, там такой пакетик был почтовый, тут пощупала, что-то такое мякенькое. Я пришла домой, распечатываю там пять пакетов. Я так охренела. Ну, радостно охренела, но охренела. И открытка. И вот открытка, там даже стишок. Ну, я так вот надеюсь, что это стишок отдельит, потому что знаю, что она пишет стихи. Ну, и в общем, да, кстати, у нас в Угличе будет 8 апреля один поэзий. Если кто вдруг чего-то, хотите там прочитать или послушать, welcome в библиотеку с 10 до 6. Ну, а вообще программа у меня у нас 30 вконтакте, репостнутая от Маши. Вот такая вот открыточка с котом, жирным таком. Я сама сейчас как жирный кот такой. Да, я на 2 с лишним килограмма поправилась. Все за зиму поправляются, и Лёля тоже. Которая сделала себе нижнее полушарие мозга. Надо меньше есть и больше двигаться. Хотя вроде и так двигаюсь. Короче, жизнь удалась. Там, в общем, такое классное такое прожелание. Слушайте, у неё такой почерк классный. Ну, вообще, люблю такие подчеркать. Ой, ещё на японском я же хотела, как открыла, прочитать. В результате я забыла. Но пару букв я уже ещё тогда опознала. Так, ну и тут, в общем, бла-бла-бла-бла-бла. В общем, очень классное послание, стишок. Сама тут такое, на этой открытке написано. Пусть счастье в тебе души не чает. Вот счастье, не чай во мне души, я в тебе тоже не буду чаять. Ну и мелкая легенда про эльфов, которые спят в цветках. Ночью они шебуршат цветы, цветы колокольчиками звенят, а днём эльфы спят. Я вот чую себя таким эльфом, который днём спит. Правда, в последнее время я, мне что-то такая странная бессонница, я в 3-5 засыпаю утра ночи, да, и пол девятого в девять просыпаюсь таким патричком. Ну, правда, потом пару часов, где-то днём хожу таким, кто в лес, то по дрова, кто на нас, то в Арзамас. У нас даёт полусонная такая дико. Я бы, конечно, сняла-то в комнате в какой-нибудь одной из трёх, но у меня в одной бардак, в другой не совсем бардак, а в третий я разбираюсь, и поэтому у меня там просто склад вещей какой-то, что на выкидку, что в сад на сожжение, а что в таком состоянии, что надо разобрать эту кучку. Да, кстати, сейчас на мне помадка, тоже из первой девичкиной посылки, вот эта вот красная, а на самом деле я что-то хотела сначала ту заюзать, которая ближе к сливовому цвету, похожа на икрашерскую у меня из палетки, но у меня так рука потянулась, и на автопилоте я взяла вот эту, вот я её сейчас юзу, это Никсовская Монте-Карло СМЛСЦ, которая и 10. 10 номер, короче. Так, сначала я покажу фигнюшки, которые висели на тряпочках, ну в смысле надежды, да, вот это платье от Пудова, в общем, оно выше колена, ну практически до колена, да, ну и воротником пола у меня было две таких рубашечки, а это хлопок, кстати, в составе, ну в смысле 100% хлопок, у меня была так раз 100% хлопковая, синяя с какими-то там вставками, рубашечка, она мне очень нравилась, ну ей уже 100 лет нету, я тут ещё, так как у меня попытка будет вместить моё барахло из трёшки в однушку, да, то когда-нибудь, надеюсь, в этом, хотя бы уже к началу лета, в Мещосе я получилась так, что всё барахло у вас, даже то, которое мне тогда, вот назад, там, когда я снимала это видео, там, про свитера, мне говорили, о, выкинет эти свитера, но я, конечно, не выкинула у меня из тётя, которая то, что связано руками, она развязывает, распускает, точнее, и вяжет что-то себе. Ну и, в общем, я нашла, куда применить, что-то выкинула, что-то снесла на помойку, где вот повесила уже, тут же собрали, да, что-то снесла в церковь, что-то там вообще куда-то. У меня в шкафу столько места. Ну и, в общем, у меня теперь новое платьишко. Всё, по-моему, вообще там одно было из Индии, кажется, одно, я не помню, я прочитала на бирке Италии или что-то в этом роде, и вообще было написано, что это всё Великобритания. Я знаю, что у меня у сестры в магазине были какие-то такие шмотки этого Асоса, всю жизнь думала, что только Асос существует, компьютерный. Ну, в общем, Асос или Асос. Я тут эти бирочки заставила такие, птид, маленькие птид, птид, птид. В общем, было платье, 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 юбка и шорты. И вот шорты я поняла, что нижнее полушарие мозга, я что-то себе отъела, надо как-то побольше шевелиться. Наверное, мне не только зарядку по утрам делать, но ещё и есть поменьше того, что откладывается там, где не надо, не поверите. Я, правда, взвешивалась недели три назад. В общем, недели три назад я была 54 килограмма. Угу, обычно у меня 50-52. В общем, Лёля тоже бывает в жирок уходит. И это на случай того, что если кто-то думает, что я такая стройная вся, не везде стройная. Не, я не комплексую и не считаю всё жирной, но надо слегка скинуть. Потому что некоторые, вот у меня есть брючки в прошлом году в Беларуси покупала. Я подозреваю, они на меня будут с трудом нарезать в таком случае. Ну, в общем, что-то я это говорила, говорила, говорила. У меня всё это... прыгаю я, как обычно. Короче, вот это вот, такие вот бирочки были. Все, я так понимаю, от того размера. Потом, вот здесь вот пуговка была. Пуговка запасная, мне так нравится. Я вообще люблю пуговки. Я раньше в детстве коллекционировала пуговицы. Мне стоит, предстоит ещё разобрать там в серванте один кусок, где вот эти пуговочки. Вот это вот такое с ленточкой золотистой. Было, кажется, на синем платье. Я поснимала, но что-то я, конечно, споткала это всё, когда оно было в упаковке. Поснимала, но забыла, что на чём. Хотя там же брючки есть, вот Куб Эль. Я думаю, сейчас там увидим. Тут восьмой размер. Я вообще в этих размерах, европейских, китайских и азиатских, вообще не понимаю. Я помню, что я заказывала на одном сайте одежды шмотки, и у меня было то Эль я выбирала, потом оказалось, что Эль мне велико, слегка, в каком-то месте. То Эль, то Эль, вообще СМ не путаю. Ну, знаешь, он сороковой, сорок второй где-то так. В смысле мой самый этот. Это у нас жёлтенькое должно быть. Это Вилла Вилла Вилла. В общем, банановое это у нас платье. Цвет бананов. И, в общем, в каком-то из них вот этого, по-моему, было там пояс. И я такая вот растяпа, не сразу поняла, что у второго платья тоже был пояс, когда вытряхнула этот пакетик. Пакетики у меня в той комнате. То обнаружила. В общем, сейчас я постараюсь это как-то показать, просто показать. Потом, если вдруг что, если вам сильно захочется, я могу там забрать эту комнату, когда-нибудь я её разберу от этого склада, и уже заснимусь в полный рост. В смысле, померяю вам. В общем, да, вот это вот Вилла. Ну, конечно, погладить надо, прежде чем носить. И вот я о чём говорила, в общем, вот там эта юбка такая чёрная, а у меня как раз я купила путёвку, небольшую такую, по России, идёт от Углича в начале лета, в самом-самом начале лета. Там Псков, Нижний Новгород, точнее, обычный Новгород, туда, куда я хотела, но вот пока не получалось. И вот такая очень хорошая экскурсия, и у нас там вот, кажется, поход то ли мужской, то ли женский монастырь, ну, и, соответственно, надо будет юбку. А я вдруг поняла, что я столько всего это чистку, зачистку своей одежды сделала, что у меня есть две юбки джинсовые, одна мини-юбка, другая чуть подлиннее, чем мини-юбка. И вряд ли это в церкви пустят. Ну, как мне моя верующая подружка сказала, что надо ниже колена. Вот теперь у меня прям спасение ниже колена. Вот эта вот черная юбка, там еще такой подъюбничек. Ну, вот я на него смотрю, вблизи вижу этот подъюбничек. Не знаю, на камеру будет видно или нет. И она такая, как бы, юбка на юбке, ну, я когда мерила, я сразу поняла, думаю, не так, что ли, оделась, что ли, из себя. Я же, это, загадочная, как говорит Маша. В общем, тут меечка и это крючочек такой. Прикольная такая легкая. Материал такой, приятненький. Так. А, я пояс-то, наверное, не показала. Да. Их. Вот, пояс желтому платью. Ну, такой обычный пояс. У меня там платье, в котором я, как-то тут периодически мелькаю в видео обзорах, такое красно-оранжевое, у него тоже там пояс есть, но что-то я его без пояса ношу. Ну, там он как-то, это можно с поясом, можно без пояса. Треналок не падать. Вот тут пояс, это от этого платья, по-моему, с сердечком, бирочком. Длинный такой пояс, можно пальцем сделать красивый. И вот это, да, это вот клуб Эль. Вот такое вот оно. И оно, по-моему, или по колено, или чуть ниже. А, да, оно ниже колено, в нём, кстати, можно тоже в церковь сходить. Ну, я к тому, что если поеду на экскурсию, то могу в нём поехать. Так. Такой вот прикольный, что-то такой вот, вот так вот. Такой материал. Как будто сжатый, но при этом не совсем сжатый. Вообще, я в материалах не очень разбираюсь, точнее, совсем не разбираюсь. Но он прикольный такой, приятненький. И ещё там были шорты. Шорты сейчас нам не одеты. Я, конечно, как-то постараюсь это их показать, что ли. Ну, или как-то выйду и заснимусь. Наверное, это, да, сейчас поставлю на паузу, а потом склею. Так. Ну, не знаю, как. Может, вот так вот, что-то покажу. Так. Платье задирается. И тут шорты. Да, и видно, мой беременный живот едой. Есть, потому что меньше надо. Главное, что тут прикол, оно с кармашками. Я так люблю кармашки вообще. Так. И оно ниже колена. Забываю я это. Бриджи, не бриджи. Ну, я в них путаюсь, короче, в этих одеждах. Точнее, в штанах. У меня были как-то такие бриджи, не бриджи. В общем, такие фиолетовые. Из... Ален, хлопок. Шелк. О! Шелковые такие штанишки. Мне так нравилось. И там еще как-то то ли резиночка была, то ли еще что-то. Но это было, блин, когда? Лет 17 назад? Или лет 15? Ну, в общем, когда-то было. Причем изначально они были плешеные, а мне они так нравились. Моя родня вроде как уже, ну, что-то потаскала им 300 лет. 2-3 года. И мы их просто так переделали. Там как раз много было, что ли, на такие эти штаны, короче, капли-некапли. В общем, то, что выше щиколотки и длиннее колена. В общем, я их путаю, но вы в камень так, если что напишите, я все время забываю как эти штаны называются. У меня еще джинсов несколько таких было, в общем, они мне прикалывались. Сначала мне дико бесило, как я такое буду носить, а потом ооо, оно такое прикольное. В общем, они такие шортиками. Я сначала когда досталась пакета, я думала, что это юг, а потом смотрю, это такие шортики. В общем, такое прикольное, неожиданное. Я это, между афигом и радостью, офигевший такой радостный, радостный, офигень. Ну и приятно, да, дико вообще. И неожиданно. В общем, огромное спасибо Дили. Я тебе аромопалки тут уже была. Я хотела сначала вообще поставить эту аромопалку, а потом думаю, да, кстати, что-то, в общем, как-то думаю, вроде аромопалка, вроде посылка с одеждой. Ну, в общем, решила, что аромопалку я как-нибудь потом поставлю, может, что-то снимать буду, и она у меня тут будет вонять. Будто у меня вот этот букет у меня распатронился, я сегодня поняла, что уже все, что можно там высохло, точнее уже, ну, розочки они сами такие вот высохли. эти самые уже стали вроде как откидывать копыта, которые, хризантемы, а эти, которые не ирисы и не орхидеи, мне в каменных писали, длинное слово я забыла. Ну, в общем, то, что не ирисы, оно в основном стало сыпаться. Я потом решила, что думаю, о чем у меня стоит там 4 палки этих не ирисов, не до ирисов. Вроде как-то уже 4 на покойника и одна такая осыпается, другая не совсем. В общем, их некоторые я физически осыпала и оно у меня теперь так лежит таким под носиком. Такое вот красивое декоративное украшение стола, будем так говорить. И вот розочка, они вообще у меня высохли такие вот одна, ну, как бутончиками просто, а одну я немножко так распушила, вчера, и она вот у меня засохла так, полностью вся. Такой интересный цвет получился. Я тем не помню, какие они были до того, как высохли. В общем, вот такой у меня обзор, сумбурный, радостный. И сейчас я думаю записать один из обзоров, в общем, мое мнение, после того, как я тестировала этот савандрик. Одну из продуктов, не знаю, два, но, в общем, в эти выходные я и все остальные, которые, все-все, что у меня там есть, я их обозрю. Так что, если хотите, то через какое-то время можете там включать дальше на самом-то компьютер, подходить и смотреть. Но на самом-то деле я сейчас поставлю на компы, оно у меня пока там обработается, пока то все, наверное, залезутся уже брыжек ночи. В общем-то, кладбор. Всем катаж с чаем, ну или просто чаем. И всем отличного настроения. Всем спасибо и всем пока!